Прекрасная далёка У меня Торценко, вот, это же мой один из самых ближайших друзей, он же автор моих книг, вот, но он готовил очередную книгу, где-то в тихушку готовит, но дело в том, что такие вопросы мне задаёт. Из вашей лекции на земле изначально росли культурные сорта и виды плодовых растений. Последствия из-за катаклизма, одичавшиеся, одичавшиеся, приспособившиеся с ухудшением качества плодов. Вот, да, я вот так написал, приспособившиеся. Это краеугольный постулат, от этого зависит дальнейшее действие в саду. Три пути вернуть качество плодов сердца. Я уже и сам забыл, когда тебе писал. Отправить на юг, на историческую родину. Примеры были, разбросаны, 89-й вебинар. Вот, были примеры, ещё будут. Только я уже не... Если я сейчас начну вот так вот про это говорить, до конца буду говорить, сотню фотографий. Просто говорю, отправить на юг, поверьте. И они укрупнятся. Вырастить теплицы. Это не историческая родина, но там можно это... Можно получить опять укрупнение. Примерить на морозостойке по двое. С используем технологию настроения ментора. На морозостойке по двое. Вот. Ну, тут это всё настолько непросто. Настояние ментора, это сколько поколений надо, да? Когда он перестанет этого самое... Бояться Сибири. Вопрос. Можно ли... Вот этот вопрос вопросом. Вот это я писал. А это он меня такой вопрос подсунул. Ой. Можно ли вернуть качество путём постепенной акклиматизации, районирования, ворачивающих семян? Пусть и долгий путь, если он есть. Можно ли вернуть? Когда я это прочёл, схватился за голову, спрашиваю, сделаю тебе фотографии. Да. Вот это вот привито. Что тут хитрого-то? Вот. Пункт 2 или какой там... Пункт 3. А как вернуть? У меня есть много. Я один пример редко привожу. Может, через второй раз. Значит. Опять возвращаться к этим вишням. Это важнейший момент. Сейчас я глотну. Важнейший-важнейший момент, ребята. Итак. В моём краю Лишносибирские штамбы. Я потом тряс науку. Но всё-таки дружил. Ну, не буду фамилик называть. Но с тремя учёными дружил. Местного разлива. То есть, Абаканский там, это самое. Прочи Шушенский. И вот, я их спрашиваю. Ваша работа. Огромные деревья. По штамбам. Урожай сумасшедший. Морозостойкость в минус 50. Но у меня 50 не бывал. Но в других местах бывал. И опять урожай. Откуда этот феномен? И тогда я догадался сам. Столыпинский переселенцы. Горсть косточек. Пару саженцев на телегу кинул. Там или куда. Вот привёз, посадил. Идёт поколение за поколением. Конечно, выжили не все. И всё бы ничего. А они же вот такие. Я не раз их показывал. Мелкие, кислые. Да, улучшал. Ну, с помощью Шереши. Вот. Опять же, спасибо Мичурину. Вот. Хотя я сам до всего дошёл. Ну, всё-таки начинал не я. И вот получилось, что однажды, три года назад я иду в саду с той стороны забора. Огромные череповые вишни. Их много. Весь вот так вот. Всё красное. Последнему дереву подхожу. Вот. А там плоды культурные. Такие, как только на Украине-то я. Вот такие же и привёз вот эти, да? Вот. С чего ради? Я же каждый год. И ко мне приходят. Я говорю, берите ведра, собирайте. Светилось на мою сторону. На моей стороне только сотня ведр. Сотня. И последнее дерево с крупными отборными вишнями. Смотрю, глазам не верю. Я потом несколько ночей сплю, не сплю, сплю, не сплю. Такие миленькие мои. Так вы-то, оказывается, были культурненькими. А почему? На следующий год она опять стала как все. Вот так. Вот и всё. Получилось, что была дикая. Нет, не так культурная. Прижилась. За счёт ухудшения качества плодов, Сколько мелкости. Прижилась всё в порядке. Это самое. Иван, ответь скажи. Ой, погодите. Нет, нет. Сейчас, простите, друзья. У меня могут быть важные вопросы. Алло. Я сейчас юбинар провожу. А ну, скажите свою фамилию. Ой, неудобно. Так. Что же надо делать-то? Сейчас. Вы же звоните по городскому, я ответить я не смогу. Сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. А да, всё нормально. Всё. Значит, завтра, посезавтра отправляю. Нет, не получится. Ещё я не могу говорить, я лекцию читаю. Ага. До завтра. Так, прошу прощения. Не умею я футболить людей, обижаюсь. А когда человек присылает 4000, уважаемый человек. Так ведь? Кстати, вот интересно, что он заказал. Я сейчас только... О, по телефону. Орехи. Сибирский штамбул, о котором мы говорим. Войвощи, 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 китайки. Вот. Абрикос. Пять вариантов. Сыновья Манджурса. Они молодец. Знаешь, с чего начинать? Он сказал, мне нужно подводить. Изучает мою книгу. Самую первую. И после каждой пары страниц, минут полца меня пытает. Это продолжается месяц. Вот. Но я уж терплю. Ну, ладно. Проехали. Теперь что получается? Вот тот случай, он уникален, казалось бы. А у меня такие случаи, я вот щелковица. У меня такие случаи были с это самое, с ранетками. Вот. И теперь мне надо дать ответ человеку. Вот. Длиннее не могу, потому что мы все это с вами проходили. Шутливый постулат Железова. Местные деревья и деревья на гранте, две большие разницы. Значит, местные деревья, это местные деревья, если они были миллион лет. Все остальное приехало сюда, вот как те слойпинские переселенцы привезли вишню. Вот. И теперь надо отвечать на вопрос, можно ли вернуть качество путем постепенной акклиматизации. Нет. Вы знаете, друзья, я люблю поговорить пошире или поширее, поширше. Значит, вот тайга. А я никогда не различал. Для меня сад и тайга, лес. Это одно и то же. Вот. Ударила молния, выгорело там тысячи гектаров. Вот. А, например, на этом месте они не просто горят. Обычно горят деревья неполноценные, скажем так. И в природе это все устраивает самой природу. Потом смотришь, на этом месте вырасят совершенно другие деревья, совершенно другие виды. Вот. А там, где мы вмешиваемся, там все перепутано настолько, что, вот Сибирь, да, если бы сказать, каждая зима будет такая. У нас последние зима не было. Сколько у вас было самой низкой температуры касается? 26 градусов. Вот это смешно. У меня и то было больше. Это самое низкое. В Салихарде жара, Верхоянске жара по лесу холода, да. Когда скажешь 26, вот это один путь, вот тогда, вот я отвечаю, Павла, значит всем вам. Потому что мы все должны значит не знать, а хотя бы предполагать, что может быть. 26, а эта зима опять может не быть. Посмотрите, опять лет неправильно, да. Вот. Аномальная жара, это самое, ну я потом даже покажу. Это будет еще одна тема. А пока я что скажу. Каждый год 26, 27, да какая это Сибирь. Это, конечно, не Краснодар, ну назовем это под брюшья Москвы, там где-то там, да. Вот. Ну прекрасно. Начнут, да. Могут опять, видишь, крупняться. Все. Согласен. А завтра как? Да, с минус 50. Значит, все, все, что вот такой вот, да. Вот такой вот. И останется какая-то акклиматизация, но акклиматизация, которая нам не нужна. Нам нужна акклиматизация, чтобы у него сохранение. Да, да. Сохранение вручения. Ну, как мог, ответил. Снова далеко Волосу утренней серебряной росе Слышу полосы вонящая дорога Кружит голову как в детстве карусель Прекрасно и далеко Не будь ко мне жесток Не будь Как мне жесток Жесток Не будь Морчи Кружит